Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Star Simulator. С помощью этого скрипта вы сможете фармить бесконечно ресурсы. То есть просто запускаете скрипт и он за вас автоматически будет фармить абсолютно все ресурсы. Так, для этого, чтобы использовать скрипт, нам естественно нужен чит. Ссылка на чит будет в описании. Буду использовать свой личный чит под названием Star. Также, кто не знал, это совершенно новая версия. Также мы в основном большинство ошибок и багов исправили. Можете тестить. Также, если какие-то ошибки и баги будете находить, то перейдите по ссылочке в описании в мой дискорд сервер и напишите мне в личные сообщения. Также здесь в настройках получается есть 3DLL. Можете, в принципе, любой использовать. Электронный коронелл у нас получается с ключом. Вот, VRDESF это у нас без ключа. Я его буду использовать. Так, что нам нужно? Нам нужно нажать на кнопочку Inject. И ждем, пока мы с вами заинжектимся. Также может иногда вот эта вот фигня появляться. Это ошибка не самого чита, это ошибка DLL. Значит, смотрите, что нужно. Просто вот на этот крестик нажать, где было написано Fatal Error и все. И после этого еще раз нажать на кнопочку Inject. Все, как видите, у меня получилось заинжектиться. Так, теперь вставляем скрипт. И нажимаем на кнопочку Exclude. Ну все, как видите, фарм у меня пошел. В принципе, фармится довольно быстро. Пока что фармятся не все ресурсы. Но, как я понимаю, чтобы они фармились, нужно, получается, открыть локации. Возможно. А возможно нет. Кстати, смотрите, как видите, появляются вот эти все ресурсы, которые можно фармить. И они начали прибавляться. То есть, получается, вам даже не обязательно открывать новые локации. Это очень круто. Также, что хочу еще сказать. Самое главное. Значит, смотрите, пока что, если вы сейчас начнете покупать острова, это будет визуальная покупка. То есть, когда вы перезайдете, у вас этот остров пропадет. Вот. Но, если получается, вы сейчас ничего покупать не будете, когда нафармите ресурсы, которые вам нужны в большом количестве, просто выходим с игры, перезаходим, и после этого можно уже покупать будет острова. Сейчас, конечно, у меня лагает сильно. Даже вылетело, как видите. Ну ладно. Значит, давайте сейчас тогда вместе с вами перезайдем и посмотрим, остались у меня ресурсы или нет. До записи видео я проверял, все работало. Сейчас посмотрим, сработает нам видео или нет. Так, звук сразу убираем. Все, качество на максимум. Нажимаем кнопочку play и смотрим. Ну, смотрите. Некоторые ресурсы у меня остались, некоторые пропали. Как я понимаю, чтобы другие ресурсы у вас оставались, все-таки придется открывать другие острова. Вот, но сам факт, что скрипт работает, как видите, фармится довольно быстро, вот эти ресурсы, с помощью скрипта. Но почему-то у меня вылетело. Возможно, у вас также будет вылетать. В принципе, ничего страшного. Просто перезаходите и заново активируете. Давайте сейчас я куплю, получается, острова. Так, эти я не могу покупать. Мне, получается, нужно вот эти вот доски сделать, да? Сколько там 10 досок надо, да? Давайте сделаем 10. Сейчас быстренько откроем этот остров, перезайдем и посмотрим, сохранилось у меня это все или нет. Немножко, конечно, скрипт криво работает, но самое главное то, что он работает. Так, осталось 4 доски. Давайте пока что сюда подойдем. Здесь у нас, получается, уже будет железо. Все, открываем. Все, получилось открыть. Давайте перезаходим, значит. И смотрим, сохранились у нас острова или нет. По идее, должны были сохраниться. Сейчас узнаем. Так, звук сразу тоже сейчас убираем. Все готово. И нажимаем на кнопочку play. Да, как видите, все сохранилось. Также ресурсы у меня остались, которые раньше нафармились. Так что, в принципе, можете использовать. Скрипт, я думаю, довольно крутой. Он за вас автоматически фармит эти ресурсы. Это очень круто. Вам даже не приходится открывать острова. Но, как видите, смотрите. Я вот не знаю, насколько он хорошо работает, но вот этот ресурс, ну, типа как вот гриб выглядит. Он у меня почему-то сохранился. Хотя вот грибы были, по-моему, вот в этой стороне. То есть, получается, что-то сохраняется, что-то нет. Просто получается, несколько раз попользуйтесь им. То есть, если, допустим, вас выкинуло, заходите, заново опять активируете скрипт и опять фармите. И, в принципе, вот так продолжаете делать. После этого, когда, допустим, нужные ресурсы накопили, просто перезаходите, скрипт не активируете и покупаете острова. Острова, как видите, они сохраняются. Это очень круто. В принципе, на этом буду заканчивать. Также все ссылочки, напомню, то, что будут в описании. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Исбан. Всем удачи и пока.